Сначала научитесь рисовать как старые мастера, а потом создавайте что-то свое, и вас всегда будут уважать. Сальвадор Дали Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, друзья! Сегодня я хотел бы вам показать работу с акварелью. Акварель, как и любое занятие, требует организации рабочего места. Так как вы с маслом организовываете рабочее место, так как вы с пастелью организовываете свое рабочее место, так рабочее место организуется с акварелью. Оно, конечно, отличается от предыдущих. Вы видите передо мной лист бумаги. На ваше усмотрение вы выбираете. Бумага должна быть более плотная для акварели. Марки я называть специально не буду. Вы подберете сами себе из практических занятий то, что вам понравится. Обычно те, кто руководит такими мероприятиями, они пытаются рассказывать. Я работаю на таком-то сорте бумаги. Вот этого я делать не хочу, потому что это должно быть ваш выбор. Вы придете, возьмете небольшие кусочки, попробуйте сделать это, это, это. И посмотрите разницу, отличие. Есть бумага чуть голубоватая, чуть колечневатая, горчичная, серая. И все это акварельная бумага. Для каждого дела она своя. Плюс есть ручная работа. Я люблю больше всего, кстати, ее. Но эта бумага самая обыкновенная. Она в граммах облегченная. То есть она не толстая бумага. То есть это классическая бумага, что называется ученическая. Вот мы сейчас ее сюда повесили, прибили и будем работать. Я уверен, что вы заметили, что у меня вот здесь висит фен. Для чего он нужен? Для ускорения работы. Я не люблю, когда долго сохнет. И для меня фен очень влажен. Я и ускоряю сушку акварели. Дальше. Вот вы увидели флакончик с маскирующей мастикой. Он во всех магазинах художественных есть. И он, как правило, с акварелью нам все же пригождается. Дальше. Я не люблю, когда кисточек очень много для работы. Это нисколько не покажет вашего профессионализма. А будете просто в них путаться и хватать не те. Вы видите три кисточки. Одна для мелких работ. И опять же, я не называю вам специально размером. Потому что у каждой фабрики размер свой. А визуально вот она такая. Вот это у меня для основных работ. И это для больших покровных плоскостей, которые надо будет сделать нам для работы. А дальше. Не всегда, но иногда пригождается прямая противоположность фену. Это такое приспособление, которое дает вам возможность брызгать воду. Вот ее накачиваем мы сначала. Они могут быть разные. Но вот у меня самый простой. И вот я брызгаю воду. Если надо, я побрызгал здесь. Кое-что смягчил. Если надо, то у меня есть возможность под рукой стоит этот разбрызгиватель. Акварель. Акварель может быть разная. Одна из акварелей. Вот питерская акварель. Вы ее хорошо знаете. Но вы видите, что она сработана. Я достаточно много в ней работал. Приходится работать на ней, потому что это мне подарок. Подарили несколько таких акварелей мне. И я же их никуда не выкину. И приходится ими работать. Но я вам скажу. Моя любимая акварель. И ее уже нет. Она уже полностью сработалась. И вот я купил. Она новенькая. Акварель Ленинград. Она может быть чуть по другому называться. Она должна быть питерская акварель. Вот пожалуйста. Сколько тут цветов. Ее достаточно вполне для работы. Все лучшее в своей жизни. Все лучшие картины, портреты, акварелью. Я сделал именно вот такую акварелью. Почему она хороша? Тут есть все цвета и все отношения. А дальше вы можете все сочинить на основе тех цветов, которые там есть. Тут чуть-чуть цветов больше. И в них легче запутаться. Сколько бы вы ни работали. И хорошие акварелисты, я уже наблюдал. Многие работают с той акварелью. Кстати, российский акварелист, который делает тоже мастер-классы, Андреяков, он тоже то акварель больше предпочитает, чем эту. Я думаю, что это правильно. Но следующее. При работе над рисунком, карандаш должен быть заточен, но не до графичности. То есть он должен чуть-чуть туповатый быть. Эта бумага очень нежная, она легко рвется. Если мы карандашный рисунок, стараемся заточить карандаш до такой степени, что он, ну, проткнуть можно палец, и это будет правильно, что он такой острый, то тут этого не нужно. А вот следующее, акварельный рисунок от графического, классического, академического рисунка отличается в корне. Чем же он отличается? Для чего вообще рисунок акварелисту? Или он вообще не нужен? Так как мы с вами только начинаем заниматься акварелью, я настаиваю на том, чтобы вы рисунок делали, чтобы вы не запутались. Можно без рисунка делать сразу акварель. Но я думаю, что это будет неправильно, потому что вы будете в мой адрес очень сильно ругаться. И я пойду по вашему пути, сделаю рисунок, причем расскажу, как его делают, это очень важно. Продолжение следует...